Добрый день уважаемые трейдеры. Видеоописание к индикатору VR Small Chart. Данный индикатор позволяет на рабочем графике добавить маленькие окошки других графиков или текущего графика, но другого периода. Итак, давайте запустим индикатор и пройдемся по настройкам. Select Symbol, All Symbol Все торговые инструменты, которые предоставляет ваш брокер. Можно выбрать Only Market Watch, то есть только те символы, которые есть в окне обзор рынка. Префикс. Это две буквы английского алфавита. Если вы запускаете несколько копий индикатора на одном графике, префикс должен быть разный у каждого индикатора. Color Skins. Цветовая настройка. По умолчанию сделано 4 цветовых настройки. Пятая настройка. Мануал. При которой работают ваши ручные настройки цветов. Но для начала давайте установим серую настройку. Запустим индикатор. После запуска появляется окошко. Если окошко выделено, есть маленький белый квадратик слева вверху, значит окошко можно перемещать. Двойной клик отключает возможность перемещения окошка. Достаточно снова дважды клинуть рядом с верхним левым углом. И снова график можно перемещать по основному графику. Первая кнопка позволяет выбрать символ. Из настройки мы выбрали только те символы, которые есть в обзоре рынка. Индикатор нам предоставляет возможность выбрать любой символ. Возьмем золото. Вторая кнопка выбор периода. Возьмем 30-минутный. Третья кнопка тайм показывает время. Кнопка прайс показывает ценовую шкалу. В том числе и текущую цену инструмента. Кнопка крестик позволяет свернуть и развернуть график. То есть вы свободно можете перемещать график по основному графику. Таким образом с помощью данного индикатора вы можете одновременно наблюдать за несколькими валютными парами. Или наблюдать за одной парой, но на разных временных периодах. Вернем евро-доллар. И запустим вторую копию индикатора. Как я и говорил, при запуске второй и больше копии индикатора буквы надо менять на любые другие две буквы. Возьмем скин по умолчанию мануалу. То есть ручной настроим скин. Сделаем фон белый. Бордюр черный. Толщину бордюра оставим единицу. Цвет кнопок белый. Цвет бордюра кнопок черный. Нажатая кнопка будет зеленым светиться. Текст на кнопках черный. Текст цены черный. Цвет маркера цены будет черный. Цвет цены черный. Цвет маркера будет белый. Цвет бордюра маркера будет черный. Сама цена будет красным, как сейчас показано. Цвета свечи по направлению вверх будут белыми. Тени и бордюры свечей черными. Черные свечи на продажу будут черными. И бордюр с тенями будет тоже черный. Нажимаем ОК. У нас появляется второе окошко индикатора. С нашими настройками цветов в ручном режиме. Маленькая черточка показывает, что это новый период. День. Дневные периоды отмечаются вот этим маленьким черным маркером. От одного до другого маркера день. Период день. Индикатор возможно запустить в тестере стратегий. Устанавливаем индикатор. Выбираем символ. Все тики. Период тестирования. Ползунок ставим где-то на 25. От 25 до 30. Не ставьте максимальное значение. При максимальном значении индикатор будет притормаживать. Так как за миллисекунды должно выполниться огромное количество сложных вычислительных операций. Период H1. Спред. Делаем настройки. Ставим схему. Я поставлю черную схему сейчас. Нажимаем старт. И после того, как загрузятся котировки, будет идти тестирование индикатора. Тестирование индикатора достаточно для того, чтобы определить его возможности. На основном графике у нас меняются котировки. И на маленьком тоже у нас меняются котировки. Поставим схему grey. Посмотрим. Ага. Во время тестирования цветовую схему изменить нельзя. Точно так же символ мы выбрать не можем. Так как в терминале MetaTrader 4 у нас тестирование возможно только по одному инструменту. И на тесте, какой бы вы ни выбрали, символ всегда будет установлен тот, по которому идет тестирование. Но период мы можем изменить. Например, указать 5 минут. Можно указать минутный тест. Минутный график. Time. Price. Точно так же свернуть. Развернуть. На основном графике у нас строится часовая свеча. А в подокошке у нас строится минутный график. Чуть-чуть скорости прибавим. Вот так вот работает индикатор VR Small Chart. Спасибо за внимание. Успехов. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь и отслеживайте новые разработки.